Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как правильно подвязывать томаты. Вот сейчас мы видим растение томата, которое было посажено неделю назад. Как видите, оно уже укоренилось, оно плотненько стоит. Это индетерминатный сорт сладкий фонтан, это черри. И отличается тем, что у него достаточно раскидистые листочки, и пока еще стебелек стоячий. Но вот зачем мы подвязываем томат? Казалось бы, стоит себе и стоит. У томата стебель – это разновидность лианы. То есть, когда он начнет расти, он будет не очень плотный. И тяжесть кистей, которые будут формироваться, он не сможет выдержать. И поэтому он просто ляжет, если мы его не подвяжем. Подвязка нужна для того, чтобы улучшить проветривание крона листьев, чтобы кисти не соприкасались с почвой и не болели. Потому что от почвы очень много идет, возможно, инфекции заразной. Итак, для того, чтобы подвязать томат, нам необходим шпагат. И лучше это полипропиленовый шпагат, а не пеньковый, который тоненький и может поранить стебель. И опора, шпалера, проволочка, к которой мы будем подвязывать наш шпагат. Существует несколько способов подвязки. Подвязка путем накручивания шпагата на стебель. Либо есть еще вариант с клипсами. Но это редкий вариант, поэтому я покажу наиболее распространенный, который связан именно с накручиванием шпагата. Итак, для того, чтобы правильно подвязать, вот так вот аккуратненько берем растение и обматываем шпагатик вокруг него. Очень важно, чтобы было не очень плотно и не очень много виточков. Закреплять его нужно под нижним листиком, таким достаточно свободным узелочком, просто чтобы он слегка закрепился. Собственно говоря, вот у нас и подвязан он. Для индетов очень важно удалять все пасыночки. Вот это вот называется пасыночки. Мы их удаляем. Вот они. Чтобы растение у нас росло в один стебелечек до самого-самого верха. Вот видите, здесь уже формируется кисточка. И у индотерминатных томатов, как мы помним, кисточки формируются через каждые три листочка. Три листочка, кисточка, три листочка, кисточка. Поэтому все лишнее мы удаляем. Ну, собственно, и все про подвязку. Ошибки. Какие могут быть ошибки? Ну, самая главная ошибка, это когда мы очень плотно обвязываем. Вот, например, мы начинаем обматывать много-много раз. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Чем это чревато? Это чревато тем, что когда у нас начнет растение расти и стебель утолщаться, шпагат врежется, будет ранка и, возможно, инфекция. Серая гниль, дедимилез и прочие неприятности. Поэтому опора должна быть очень легенькая. Буквально, вот, посмотрите, как на соседних сделано. Буквально один оборот. И больше не нужно. А следующие ошибочки я вам покажу уже на взрослых томатах. Продолжение следует... asteroids. Спасибо.